Во дворце детского и юношеского творчества «День открытых дверей». Город мастеров распахнул свои двери для мальчишек и девчонок в Люберецком лице номер 4. Ребята прогулялись по улицам самыми творческими названиями. Каждый нашел занятие по душе. Город мастеров. И ведут в этот город, но подороже. Театральная студия, хореография, эстрадный вокал, хоровое пение, рисование и художественное вязание. Всего более 60 кружков и объединений. Все, что нужно для того, чтобы дети развивались в творческом направлении и мыслили именно творчески. У нас 15 апреля начинается отделение дополнительного образования городского кукулиберца. Мы всех с удовольствием ждем. У нас очень большой спектр услуг. Для всех детей от 7 до 18 лет у нас бесплатные занятия. Здесь вы сможете сделать предметы из 3D-ручки. На технической улице ребята заглянули на мастер-класс по 3D-моделированию. Константин Борисов этот кружок посещает несколько лет. Из простых плоских деталей он учился создавать объемные фигуры и умеет читать чертежи. Мне интересно сейчас создавать всякие разные поделки. Здесь осваивается работа еще с чертежами, потому что разные есть объемные работы. Я вот, например, сейчас делаю танк на занятиях, я его делаю. Тоже там по чертежам надо работать. На шахматной улице ребят познакомились с фигурами шахматного королевства, рассказали о видах рокировки и как в несколько ходов поставить мат. Мастер-класс по рисованию на улице Художественной. Люберчанке Ксюше Верещагиной 7 лет. Рисование – ее хобби. Много всего можно узнать. Рисование. Почему тоже научилась? Рыбок рисовать. Скоро Пасха, и поэтому я рисую пасхальное яйцо. В ночи каждые оконцы слабо освещает луна. Какие молодцы! Знакомство с таинственным миром кукол, мастер-классы по вязанию и бисероплетению. На улице фантазий школьники познали азы пластилинографии. Лепка вообще необходима для детей, особенно младшего возраста. Развивается мелкоматорика рук, развиваются навыки общения между собой, потому что дети общаются. И вообще им интересно, творчество развивается, скажем так, нестандартный подход, потому что дети, вот, меня делают мультик. То есть есть красная шапочка, делаем бабушку, маму, делаем волка, потом будем сами фотографировать, снимать мультик. У Дворца детского и юношеского творчества в округе 8 филиалов. Занятия посещают 5800 мальчишек и девчонок в возрасте от 4 до 18 лет. Все очень круто, мне понравилось, буду учиться в Дворце дворчества. Богдан Колесников, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ.